о здравствуйте суды виделись как-то по-моему здравствуйте приветствую я забыл как вас а самый прекрасный блогер историк морозенко по-моему да подписан на вас ну во первых я подписан естественно на виталия ну конечно но даже ваш ваш даже голос это очень радует спасибо я из адекватных русских я знаете вот сегодня вы первые меня то я уже 30 человек пошел спасибо кстати кстати перед вами знаете попала женщина лет за 70 украинская это вот разговаривали знаете потом какой осадочек она начала сталина восхвалять там прочее ну и такого его а потом я вспомнил я как ты уже видел и уже забыл вот такая мерзкая старуха и мне хотелось даже назвать расисткой знаете она она вовремя ушла она стали с украины с украины вам показалось украины но было показано украина я забыл я не спрашивал но она много подставных сидит нет я ее уже видел знаете я уже видел и она все вот вроде бы это и но стала восхвалять сталина а для меня сталин как и для всех для да 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 ну ваши я иногда слушаю но больше конечно вы там как говорится ну конечно умный молодой человек это в Италии там спокойно все там нормально нет он в статье между прочим он всегда спрашивает иногда думаю а че не спросишь как-то тут смотрел и вроде бы хорошо говорил а че не спросил чей крым блин думаю ну забыл же ведь не хочется просто потом портить мнение о человеке с которым побеседую ну да ну да ну да то есть он не стал его это ну это его дело да я с ним несколько раз беседовал кстати про историю он даже меня и не ну мы тут про книжечку ну мы тут про книжечку ну в основном был как я ладно я понял я понял да я понял не буду я вас если вопросов нет может нет ну я все а какие вопросы так кстати как вы думаете сейчас ну вот зеленский высказал об об мире понятно понятно ну я вот например каждое утро начинаю знаете такого блогера бывшего министра нашего альфреда коха что-то отдаленно слышал на ваших не смотрел да альфред кох он пишет пишет со дня начала войны ну то есть каждый день он свои в телеграм-канале и дневник войны ему можно по-разному относиться он но он искренне за украину против этот но и вот ну потому что все зависит от за от запада и прочее как вот сколько и прочее да вот сегодня я кстати слушал блок не блок эти вы знаете такой сергей иванович сергей иванович да сергей иванович да киевская киевская русь да он он иногда выкладывают такие он тут беседовал с молодым человеком украинским который выехал в общем он мариупольский живет в лондоне вот они там ну как бы мне не сильно но они затронули такую тему что вот эта вся даже война и прочее вряд ли ну вернуться при всем при этом мало людей которые уехали на запад при любом да и и через 25 лет как любую страну всегда будет поколение и прочее демографические кризисы и прочее ну то есть такие темы мне было интересно послушать потому что у нас в нашей стране тоже самое по сути дела у нас порядка двух миллионов только за последние годы уехала кгц на рубеж и самые активные самые так сказать креактивные ну в том числе мои дети время так что вот так ну такие ладно не буду я вам раз был с вами лично познакомиться слава украине вы классно я вас слушаю спасибо берите себя ради осторожнее ну уже давайте до свидания здравствуйте ой я вас знаю офигеть прикольно вы блогер украинский который знает всю историю руси и руси наверное все этого я понял очень приятно с вами познакомиться а вы просто люблю умных людей понял понял так вы меня смотрите или просто где-то видели нет порой в ютубе выпадаете смотрю смотрю наших блогеров которые с вами это все обсуждают тоже смотрю ну ваших я не знаю зачем смотреть там если вы любите умных людей то это конечно что-то нестыковка получается ну каких например вы смотрите прям по именам вам русских блогеров ну канал любимый ваш русский блогер канал русского блогера на конкретную тему или вообще 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 эльдар автоподбор самый мой любимый ну там про автомобили ремонт и так далее я имею ввиду четверлетки блогеров а нет четверлетки я вообще крайне редко можно сказать не бывает ну там год может пара разойдет имею ввиду блогера вы четверлетки смотрели что со мной дискутировали нет в ютубе выпадали в ютубе а там у вас есть любимый какой нибудь ой да ну слушайте прям любимый ммм ммм да 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 нет ммм ну где такого ну нет любимый до которого я посмотрел такой во всем понял поддержал и потом еще раз его еще нашел посмотрел ммм так кто это вот ну у меня у меня нету ну в смысле я не фанатею ни от кого понял ладно у вас вы пожалуйста может ко мне появились какие нибудь вопросы слушайте ну наверное да ммм вы берете очень много из истории да фактов там и так далее где вы берете эту информацию ну в интернете в смысле прям или в книгах ммм я беру либо с первого источника это документы архивы какие-то материальная культура и так дальше либо с историками а вы где находите где вы эти первоисточники находите в архивах ну прям вручную в смысле вот прям вот бумагу беду есть эти все беду да не есть электронные архивы которые просто вот это все цифры 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 ну в общем то оно теперь есть все доступно в электронном формате то же самое что лежит там так конечно я не смогу объездить все архивы банально потому что большинство информации в россии лежит вот поэтому это электронный формат конечно а сейчас у вас онлайн у меня стримов не бывает сейчас стримов нет просто обычно у вас немножко и фон другой ну да у меня постоянно меняется фон но сейчас вот такой а еще можно опросить сколько вам лет 22 22 я понимаю что да я думаю что молодой было интересно но я все равно ну спасибо на том понял как вы считаете в какой момент между россией и украиной все пошло ой простите ну да по другому не скажешь в какой момент ну не в 14 не в 90 не в 20 ну когда вот точка невозврата почему пошла вот такая вот прям вот такая именно мы столетиями вооруждували столетиями еще даже не россия еще московское царство самое первое это оккупировало ту самую гетьманщину историографии называется первое украинское действительно уже такое протогосударство которое существовало в 17 веке ликвидация гетьманщины произошла при екатерине 2 1764 года оттуда начались уже настоящие серьезные столкновения хотя они и до этого были там просто мы тогда были в составе речи посполитой вооруждували воевали вместе с литовцами и поляками против московского царства но собственно так и вся и вся история вся история она не мирная какая-то и какая-то украинцы хотят жить своей жизнью они хотят иметь свою свою государственность они хотят иметь свою волю делать то что они захотят и это проблема главное и все для россии это столетия так и не получилось ну как я же говорю было еще в 17 веке потом попали под оккубацию ликвидировали гетьманщину там до 1917 года только были национальные движения в форме в культурном плане то есть были произведения на украинском которые да я понял я понял что вы все это знаете и все я понял а как вы думаете у нас был шанс? шанс? на что? у нас с вами на что? был и может есть ну на жизнь, на мир ну если вдруг русские захотят создать захотят создать собственную республику русскую которая будет в границах собственно русских не какого-то Татарстана Башкортостана там какого-то Кавказа а будет вот Москва там Владимир там ну пусть Петербург даже еще пусть хотя это тоже был отдельный там этнос но его он исчез и поэтому пусть если от имперских амбиций откажутся русские возможно тогда когда то но это через наверное век так может случиться а если будет империализм процветать то есть федерация вот эта российская федерация она стоит на она стоит на империализме на этих землях которые по факту на них живут такие же народы как и украинцы и вот Россия не считает Украину чужой землей не своей землей она считает так же как например Татарстан она считает Украину своей какой-то исконно даже русской тут же Киев столица Руси хотя Московия к Руси отношения не имеет но тем не менее это все идеология она пропитана империализмом поэтому на на империализме ничего не постарается никуда ну между украинцами если только не захватят полностью не оккупировать как раньше немножечко немножечко не об этом я спросил это вы говорите как сейчас решить и что-то изменить и как закончить а что вы имеете ввиду а я спросил про то что у нас когда-то был шанс жить в мире покоя вместе и а за всю историю был ли шанс ну за всю в какой-то момент хотя бы какой-то ключевой то есть у нас никогда не было шансов мирно жить между Россией и Украиной шанс был с 91 по 2003 где-то шанс был когда Будяперский меморандум подписался тогда были еще какие-то действительно возможно когда Россия с НАТО там участвовала в учениях там с дружества какое-то уже начинало возникать вот это такой очень краткий период был шанс а все остальное честно говоря что-то не припомнится как грустно это звучит ну потому что Россия я же говорю живет империализм с московского царства до сегодня это империализм это расширение территории потому что империя у нас так и существует на расширениях территориях на войнах ведения потому что если это империя ничего этого делать не будет она начнет между собой конфликтовать то есть начнутся вот эти национальные конфликты потому что много много у кого претензии есть россии в тех кто сейчас находится в составе ее и поэтому так существует империя если так существует империя то Украина это не поддерживает Украина против империи всегда была против империи против захватничества против оккупации против того чтобы свои права там какие-то свои законы навязывали которые украинцы не хотят принимать я услышал спасибо 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 пожалуйста интересно было приятно с вами всегда общаться ну спасибо на добром слове у вас вопросы еще есть? нет спасибо всего доброго давайте я так понимаю не знаю не сложно назвать какой-то не там пацифист спасибо спасибо спасибо